Вкусная еда и хорошая погода, в принципе, этого уже достаточно, чтобы провести прекрасное время на природе. Но чтобы превратить это событие в фэшн-съемку для глянцевого издания, нужна команда специалистов. В рамках рубрики «Здоровая еда» глянцевого журнала «Собака» наш коллектив студии «Красоты Гуфа» выехал на природу для того, чтобы показать, что можно не просто весело, но и красиво отдыхать. Чаще всего мы сами готовим модели для каких-либо проектов, а в данном случае сегодня мы выступаем сами в качестве модели. Стиль для данной фотосессии придумали с ребятами обоюдно. Это морская тематика и загородный шик. Мы держим марку, стараемся. У нас все-таки на самом деле студия красоты, поэтому стараемся следить за собой, подавать пример другим. Чтобы все были гораздо ярче, веселее, потому что на сегодняшний день этого не хватает. Мы с нашими, как я называю ласково нашу команду, это Гуфики, мы периодически устраиваем тематические вечеринки, так как и сегодня получилась такая тематическая вечеринка на пикнике с шашлыками, фрукты. Открыли, кстати, также сезон с арбузами, но пока не очень вкусные. Лето – период, когда социальные сети заполнены однообразными фотофрендов загородного отдыха. А потому важно знать, как выделиться в рамках данной темы. Ну, чтобы все удачно получилось, в первую очередь берите репеллент, потому что комары, они просто кусаются, и это будет вам сильно мешать. Вот, а во-вторых, на самом деле это касается не только фотосессий на природе, а вообще, в принципе, любой съемки. Съемка определяет стиль. То есть, если у вас будет хорошо подобранная одежда, у вас будет красивое место, где вы будете снимать, то все сложится. Выбирайте свет, старайтесь ехать не в полдень, а ближе к вечеру, когда закатное солнце, длинные лучи, красивый свет. Это сразу добавит атмосферы фотографии, сразу у нас станет фотография более романтичной, более стильной. Тем более, если вы это все еще и в плане одежды, какое-то все вместе свяжете, чтобы это смотрелось гармонично и стилизованно. Вот тогда у вас все будет выглядеть очень здорово. А потому что лето невероятно коротко, его необходимо заполнить разнообразными событиями. А еще лучше, если они будут стильными и патогеничными, чтобы согревать нас в остальные холодные месяцы года.